Радио Болтком Рижских слушателей Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас сегодня из Оренбурга А в гостях у нас известный российский органист Тимур Халиулин Который приветствует вас из Белгорода Вот такую замечательную радость нам предоставил карантин Когда мы можем проводить передачу из любой точки мира И также общаться с любым русскоязычным гостем Тимур, здравствуйте Здравствуйте, большой привет из Белгородской филармонии А Тимур прямо в Белгородской филармонии Которая сегодня отмечает 15 лет И 10 лет отмечает свой трудовой стаж Тимур Халиулин на посту главного органиста Белгородской филармонии Где установлен замечательный орган И сегодня как раз там праздничные концерты Репетиции уже идут полным ходом Тимур в какой-то момент нам покажут даже Как проходят репетиции Для тех, кто смотрит нас по Фейсбуку И затем может посмотреть также трансляцию Могут посмотреть и какой орган И послушать его немного И конечно обо всем этом будем дальше и разговаривать Тимур, 10 лет работы филармонии Сразу был установлен этот орган Или же вы были у истоков его строительства? Да, история органа и история моей работы в Белгороде Они параллельно идут вместе Потому что как только было известно Что в Белгороде появится орган Он еще не был построен Но мне уже сообщили Будучи студентом Петербургской консерватории Что мне будет предоставлена возможность Работать в Белгороде на этом органе И быть органистом Поэтому с первых звуков этого инструмента Я нахожусь рядом с ним И большую часть своей жизни Без преувеличения Я провел за пультом этого органа Все эти 10 лет Поэтому для меня этот праздник Даже чуть-чуть больше Чем мой собственный день рождения И сказать по правде вам Мы в Белгороде отмечаем день рождения органа Каждый раз 15 декабря И это происходит куда ярче Чем любой другой наш день рождения Собираются гости Пекут торты в виде органов Приходят наши любители Ценители органной музыки И сегодня мы ждем тоже много гостей В этот раз к нам Кроме наших любимых слушателей Которые всегда постоянные гости Органных концертов Приехали еще Мои друзья, коллеги Мои педагоги Органисты Которые составят Нашу органную команду Сегодня будет Три органиста Два органа на сцене И это грандиозное шоу Должно будет объединить в себе И старинную традицию И современную Поскольку на сцене Установлено впервые Сразу два органа Наш традиционный Понятно уже 10 лет Красуется на сцене органного зала Но вчера мы привезли Еще мой домашний Цифровой орган Йоханнес Который будет звучать в ансамбле И уже готовится подключение Этого инструмента Вот как раз и Алексей Михайлович Шмидтов Здравствуйте, Алексей Михайлович Так неожиданно Прямое включение Сирического радио Волтком И тогда давайте Поздравляйте Белгородскую филармонию Рассказывайте Рижанам Как вы очутились На этом замечательном концерте Спасибо филармонии Спасибо Тимуру Что пригласили На такое замечательное мероприятие Я когда-то участвовал В открытии органа Через 10 лет Как раз Еще раз вернулся сюда И С огромным удовольствием Сейчас как раз Идет репетиция с оркестром Я выскочил за Тимуром Чтобы он мне помог Но Тимур не поможет Потому что Тимур будет Дальше продолжать общаться На Рижском радио Волтком у нас Прямой эфир Все хорошее Я поздравляю И Тимура И всю филармонию Городскую С юбилеем Первым таким Круглым юбилеем Органа Всего хорошего Ну и конечно же Обязательно встретимся С Алексеем Михайловичем Шмидтовым Это В прямом эфире Нашей радиостанции Алексей Михайлович Преподаватель Московской консерватории Долгое время Был главным органистом В университете И в соборе В Сирии Один из ярчайших Органистов России И конечно Наряду с сегодняшними Исполнителями Которые будут Выступать в Белгороде Это также еще Даниэль Феликсович Зарецкий Представляет Можно так сказать Элиту Органного исполнительства В России Тимур Вот уже об одном Исполнителе мы рассказали Второй исполнитель Это ваш профессор Да То есть В Петербурге Вы учились у него Наверное Как обычные Все сначала Полное обучение В консерватории А затем Наверное Еще и аспирантура Да Это мой педагог По классу органа И начинал я В Петербургской консерватории А затем у него Заканчивал еще Не аспирантуру В консерватории А кафедру органа Клавесина и коррельона Поскольку нам Нужен был коррельон Для Белгородской филармонии Который появился Годом позже После органа Поэтому я уже Перешел туда Получил там вновь Дополнительное органное образование С Даниэлем Феликсовичем Зарецким Но еще и класс коррельона С Йозефом Вильямом Хазаном И вот здесь Эти все три инструмента Старинный исторический орган Клавесин Коррельон Мне как раз пригодились Все эти 10 лет Они здесь звучат Я еще хочу сделать Небольшую ремарку Вот такую Что все первые Исполнители На этом органе Собрались сегодня здесь Потому что Первые звуки Таккатера-минор На органе Сыграл я В тот год 2011 Затем Выступил Даниэль Феликсович Зарецкий И первым Приглашенным артистом Из всех Конечно Стал как раз Алексей Михайлович Шмидтов Он сыграл уже На третий день И это был Первый концерт Гастролера На нашем инструменте Поэтому мы сегодня Как бы перенесем В такую историю И посмотрим Как это Уже Спустя 10 лет Какие произошли Трансформации Чем для нас Стал орган Чем для нас Стали эти музыканты Которых мы уже полюбили Которые не раз У нас выступали Так что Даниэль Феликсович Сегодня у нас Готовит музыку Которая Будет звучать Премьерой для Белгородцев Мишель Корретт Барочный композитор Старинный Прозвучит его Концерт для органа С оркестром Даже для меня Он будет сегодня Открытием Я эту музыку Еще не слышал И не играл Так что интересно Алексей Николай Шнитов Представит сегодня Премьерой для Белгородцев Своих собственных Сочинений Это романс Для скрипки Органа И струнного Оркестра И кредо Из его мессы Для кларнета Органа И струнного Оркестра Исполнять будет Это конечно Сам автор И вот прямо сейчас Вот здесь За сценой Происходит Репетиция К концерту Да Куда хотели Зазвать Самого Тимура Для того чтобы Он видимо Поассистировал Потому что Почти каждый Органист Играет с ассистентом Который является Не только переворотчиком Но еще и Включает необходимые Регистры А вот о регистрах Тимур Расскажите О вашем органе Какая фирма Сколько регистров Сколько мануалов Режане у нас Достаточно изысканный Народ И публика И любят орган Домского собора И конечно же Им очень интересно Узнать какой орган Установлен в Белгородской филармонии В нашей филармонии Установлен орган Фирмы Органы Очень качественные Как мы все знаем И они универсальны Они подходят Для исполнения Всех стилей музыки Их специально для этого И изготавливают С регистрами Которые имеют Название И итальянские Например Виола Два мануала Для игры руками Педальная Кавиатура Для игры ногами В 32 клавиши Что здорово И позволяет Расширить Педальные произведения У нас здесь Есть целые программы Которые играют Только ногами Изысканные Поговорим Немножко позже Расскажите О ваших танцующих Программах Ну давайте договорим Расскажем дальше О органе Для тех Кто может впервые Вдруг слышит Про эту фирму То у нас в России Она представлена Еще такими городами Как Ульяновск Ульяновская филармония Челябинская филармония Санкт-Петербургский Зал Мини Глазунова Где как раз я и учился И играл на этом органе И Санкт-Петербургская Капелла Реставрация органа Валькера Была тоже произведена Фирмой Оэлли Из европейских Самый известный Пожалуй Это Мацарте Он в Зальцбурге Какая-то часть По-моему Приняла участие Как раз в Домском соборе Фирма Оэлли Не принимала ли она Участие в реставрации Нет Я к сожалению Таких тонкостей Не знаю Скажите Если говорить Об исторических вехах То к какому Типу относится Инструмент Это необарокко Романтический Симфонический орган Да Если сравнивать Конечно по звучанию Этот орган Оэлли ближе Больше к французскому Типу органов Здесь хорошие языки Возможности Из восьмифутовых Делать и шестнадцатифутовый И четырехфутовый Поэтому здесь Отлично звучит Французская симфоническая музыка Я думаю Что этот инструмент Благодаря своим Обволакивающим Таким тембрам И мягкой атаке Больше приближается К французскому Романтическому стилю Хотя Немецкая музыка Здесь также Красно звучит На это Тоже есть свои регистры Ну тем не менее Конечно же Играет Яген Себастьяна Баха И он сегодня Тоже будет звучать Да Верно Сегодня все началось С музыки Баха А завершится Музыкой наших дней То есть музыкой Алексея Михайловича Шнитова Что вы будете играть В этой программе? Всю программу Я сегодня выстроил Под эгидой Вот такого Философского Или концептуального Взгляда Мост между Классикой И современностью Несловно У нас даже будет Два органа на сцене Традиционный Который к нам пришел Еще из эпохи античности Который нас еще переживет Неизвестно Насколько веков вперед И современный Цифровой орган Голландской фирмы Йоханнес Поэтому так выстраивается И программа Начнем мы с Баха А первое отделение Завершится музыкой Ханса Циммера Саундтреком Из Интерстеллара Который будет также Еще снабжен Световым Лазерным шоу И театрализованным шоу В светодиодных костюмах С жонглированием С светодиодными поями И все это будет Рисотворять Вот такую Преемственность Традиции Когда прямо Открою секрет Еще наши слушатели Этого не знают Но я не уверен Что они все смотрят эфир Прямо внутри органа Будет сидеть И поджидать наш артист Который в нужный момент Откроет дверь Из органа Повалит дым И под музыку Интерстеллар Из нашего органа Выйдет артист Который будет В светодиодном костюме Будет жонглировать Поями Это такой атрибут Артистический И передаст Благую весть Из космоса Под музыку Интерстеллар От органа Духового К органу Цифровому И скроется Обратно в орган Вот такая вот у нас Концепция интересная Которая И всю эту основную Идею концерта Нашего И олицетворяет Кроме того Будет звучать Как я уже говорил Музыка Шмидтова Музыка Мишеля Каретта А в финале Мы сыграем В шесть рук На органе Духовом И цифровом Прозвучит Аллило Генделя Вместе с оркестром И двумя органами И еще один мост Между современной И классической Аллило Это Аллоя Коина Которая известна Всем по мультфильму Шрек То есть вот такое вот Сочетание классики И современности Сегодня будет главным Лейтмотивом Нашего концертного вечера Ну кстати О вашей страсти К музыке Кино И вот Как еще выяснилось К мультфильмам Ведь это сейчас Программа Которую вы чаще всего Показываете В различных городах России И как принимает Когда у вас Выстроилась Эта программа Потому что Ваш интерстеллер Циммерман Уже прозвучал И в одном Из самых больших Соборов В Москве На Малой Грузинской И во многих городах Других Рассказывайте Да Эта программа Просто очень Кассовая И на самом деле Все программы Самые разнообразные Звучат по разным Городам Просто эту программу Организатор Всегда заказывает В первую очередь И можно понять Почему народ Всегда идет На такую музыку Но я здесь Применил хитрость Это не программа Саундтреков На сто процентов Она ровно На пятьдесят процентов С классической музыки Которая волей Или неволей Попала в кино Поэтому Моя совесть Как академического музыканта В этом вопросе Чиста Потому что Программы Все начинаются С Баха Где хоральные прелюди Из зеркала Из соляриса Звучат Где фантазия Соль минор Звучит Попавшая в фильм Малефисент Атакатор минор Попавшая в фильм Авиатор С Леонард Ди Каприо Затем звучит Карл Орф Кармина Бурана Который является Самым частым Саундтреком В мире кино По версии журнала Харперс Магазин Затем звучит Марш Мендельсона Без которого Не обходится Ни одна Свадебная сцена В кино Вот вам уже Пол концерта Они состоят из классики Ну а дальше Конечно музыка Написана специально Для кино Которая уже Так же стала классик Это Джон Уильямс Это из список Шиндлера И Гарри Поттер Звездные войны Это Ханс Циммер Ангелы и демоны Интерстеллар Поэтому Вот таким образом Выстраивается Эта программа С удовольствием Я ее играю На разных органах И использую иногда Солистов Которые мне помогают Просолировать Или световое шоу Или светодиодное шоу Если есть такая возможность В городе Или в концертном зале Где-то звучит Кстати Про светодиодное шоу Ведь именно С органом Тоже фирмы Йоханнуса В Белгороде Или где-то рядом Вы проводите Подобное шоу Вот как-то Американ слышал Что После какого-то замка Да Вот как только Я этой весной Приобрел орган Свой домашний У меня появилась Возможность Экспериментировать И мы делали Опен-эйры орган И думаю Что мы одними Из первых Сделали это Именно в таком виде Когда мы восстанавливаем Как бы старинную традицию Средневековых Уличных концертов Когда звучит Коррельон колокола Который у нас тоже Есть в арсенале Уличные портативные органы Какие-то свои действия Представляют музыканты На волынках И старинных флейтах Например вислах Танцоры танцуют Ирландские степы И так далее А какие-то Огненные жонглеры Устраивают Либо светодиодное Световое шоу Либо прямо Огненные салюты И жонглирование Выдувать огня Вот все это Мы делали В прекрасном месте С антуражем Средневекового замка У нас есть Неподалеку от Белгорода На берегу реки Замок в неоготическом стиле Который появился Несколько лет назад И вот прямо На его территории Мы проводим Эти органные Опен-эйры Собираются люди И прямо под открытым небом Слушают органную музыку Причем Не только современную музыку Что естественно Для такого стиля Но например Музыку Фрискобальди И Свейленко В старинной темперации Ведь возможно Использовать старинную темперацию Среднетоновую Или Кинбербер Веркмейстер Позволяет электронный Цифровой орган Йоханнес Поэтому вот такие Все возможности Максимально Мы используем У нас есть на это Все ресурсы И энтузиазм Это прекрасно Дорогие друзья У нас в гостях Соли из Белгородской филармонии Органист Тимур Халиулин Прервемся на небольшую Рекламную паузу И вернемся К нашей культурной среде Радио Болтком Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Болтком Мы продолжаем Нашу передачу Культурная среда У нас в гостях Тимур Халиулин Солист Белгородской филармонии Которая сегодня Отмечает 15-летие Замечательного органа В этом концерте Помимо Тимура Принимают участие Алексей Михайлович Шмидтов Преподаватель Московской консерватории И профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниил Феликсович Зарецкий Тимур Родились в Ижевске Как попали в Санкт-Петербург И почему в Санкт-Петербург? Я закончил в Ижевске Музыкальную школу Музыкальный колледж И затем выбирал Долго в какую консерваторию поступать У нас Ижевск курирует Обычно Казанская консерватория Нижегородская И Сверловская Я побывал в каждой Попробовал Проконсультировался Ну и в последний момент Решил попытать части в Петербург Куда поступил На фортепианное отделение И уже со второго года Фортепианное отделение Поступил на органное Так что я очень рад Что попал именно в Петербург И попал в струю органной музыки Вот так это все произошло Со второго года Значит вы занимаетесь органом А когда пришло увлечение Коррельйоном и клавесином? Клавесин он вместе с органом Как один из основных предметов Старинного факультета исполнительского Коррельйон же уже в институте В Санкт-Петербургском государственном университете Где на кафедре органа, клавесина и коррельйона Я уже специально учился На этом редком, редчайшем Еще редчем орган-инструменте Специально для того Чтобы здесь в Белгороде Работать коррелянистом Потому что у нас в 2011 году Появился орган В 2012 появился коррельйон Ну а если еще про даты То в 2010 годом раньше Появился и клавесин из Голландии Фирмы Харлем Замечательный, певучий И все эти три инструмента У нас сейчас постоянно используются И звучат А кто был инициатором Приобретения всех инструментов? Ведь это и клавесин Можно сказать Самый менее дорогой инструмент Это клавесин А коррельйон и орган Стоят баснословных денег Да, здесь все эти суммы не секретные Да, клавесин это около миллиона рублей Орган 70 миллионов рублей На 2011 год это миллион евро Затем коррельйон стоил около 16 миллионов рублей Это 4 тонны колокольной бронзы Сложнейший и дорогой редкий инструмент Вот все это у нас появилось На спонсорские деньги Никак ни копейки бюджет Это все подарки И это все потому что у нас здесь в Белгородской области Много спонсоров Которые любят классическую музыку А идет все конечно от верхушки Наш бывший губернатор Евгений Савченко Он постоянно путешествовал по Европе Частичку Европы Мечтал привнести сюда в Белгород И построил шикарную филармонию В которой сразу 4 концертных зала Большой зал на 600 Органный на 238 Малый зал на 300 мест Еще есть лофт джазовый подвал Еще на 100 мест В общем филармония В которой есть своя инфраструктура Гостиница Кафе Прачечная Здесь мы жили Пока не получили квартиры Которые тоже входят в часть поддержки от губернатора Представьте Все музыканты Кто сюда приезжает Получают жилье Я стал белгородцем Благодаря вот этой поддержке губернатора У меня здесь есть свой кабинет Вот я обустроил здесь коридор Кто смотрит видео Могут увидеть Что вот наш губернатор Евгений Степанович Савченко Это благодаря ему здесь построена Такая филармония Приобретены такие инструменты Тимур Мы не будем дальше рассматривать портреты Потому что все-таки Вся наша аудитория рижская Слушает вживую нас И дело в том Что потом также передача Будет транслироваться вечером И поэтому давайте будем Просто рассказывать А не показывать А те, кто потом Смотреть Они, конечно, и будут Действительно большая удача И большая редкость Не только для России Но вообще, наверное, для всего мира Чтобы один человек Так Был захвачен Классической музыкой И хотел действительно Послужить своему народу И это огромная радость Что не только были Что с таким вниманием И с таким, можно сказать, нежным чувством Отнеслись к музыканту Предоставив также и квартиры И вот, дорогие друзья Сегодня как раз Отмечается 15 лет Установки Органа 10 лет А 10 лет А 15 лет А 15 лет Самой филармонии Нет, филармонии 55 лет Филармонии 55 лет Просто, видимо, новые здания Да? Расскажите немного еще об этом Новому зданию Нет Здесь это здание Оно в 10-м году было открыто Но филармония 55 лет отмечает Как раз просто к подарку Филармонии К юбилею очередному филармонии Был сделан подарок В виде Органа В 2011-м году Поэтому вот Филармонии 55 Органу 10 лет Моей работе в Белгороде Тоже 10 лет Вместе с Органом Это прекрасно Растете вместе с инструментом И благодаря такой вот Кипучей деятельности Тимура Халиулина Появилось много Поклонников и поклонниц Которые также Начали вести И странички Новый органист Или как это Страница в Фейсбуке Называется Которую вы организовали Российский органист Где постоянно Публикуются новые анонсы И конечно же Публикуются концерты Самого Тимура И впечатляет Разнообразие программ Это и ансамбли И сольные программы То есть Расскажите о своей работе Со слушателем Целенаправлено ли вы что-то Или это всегда Какой-то порыв в душе Когда вы составляете Программу к следующему концерту Начинается все всегда С порыва души Это неотъемлемо Для музыканта А потом Конечно я думаю О будущем О нашей будущей аудитории О том чтобы залы Были полные И прибегаю К разным видам Компоновки программ Всегда Добаваю что-то современное Кроме классической музыки Чтобы Привлечь как можно Больше людей И особенно молодежи Мы работаем с детьми Уже с музыкальных школ И у нас есть Самые разные программы Коллаборации с разными инструментами Вот сейчас на Рождество У нас впервые прозвучит Орган с хрустальной Стеклянной арфой Это бокалы поющие С поющим хрусталем А так у нас побывали уже В ансамбле Все инструменты Которые можно только представить И даже Невозможно представить Например Орган с органом Дудук Это классическая Балалайка Много кто тел В общем все варианты У нас есть Но еще интересно Что каждую программу Мы концептуально продумываем Чтобы получилась арка От старинного к современному От тихого к громкому Правильно выстраиваем Чередование произведений Стараемся это делать И есть произведения Которые действительно Интересно не только послушать Но и посмотреть Например программу Виртуозная педаль Или танцую за органом Однажды отметили Даже в Калининграде Премия органист года Как самая оригинальная программа Это как раз в том году Да Да Потому что здесь Всю программу солируют ноги Это не всегда педальное соло Иначе было бы скучно Слушать и смотреть Но произведения Где ноги выполняют Основную солирующую функцию И переложение Для солирующей педали Например Полеты шмеля Астурии Альбениса Бабы-яги Мусоргского Или оригинальные произведения Меддельшульта Вечное движение И допустим Талбенбол Вариатс на тему Паганини Экзерсист для педали соло Паха Дэчибал Григоруцы из Иркутска Композитор-органист Который много для педали Соль написал Герман Комраков Из Нижнего Новгорода В общем Вот эта программа Интересна И для просматривания И для прослушивания Так что Всех, кому интересно Хочу пригласить На свой канал в Ютубе Я всё публикую Да Кстати Вот Если эту программу Столько слушать А не смотреть Она вызывает Такое же восхищение Потому что Конечно Когда есть видео И люди видят Эту виртуозность И поражаются А вот Если это не видеть Насколько бывает эффект Или вы такую программу Не играете Если не видеть Эффект будет Конечно Меньше Но Я специально В расчёте На эту программу Так как выстроил Она опять же Начинается с музыки Буксты Худы И Фрискабальди И Лангли А как вы знаете Переложение педалей Тем и ценны Что они Создают эффект Полноценной Органной фактуры Поэтому Сама музыка И звуковой эффект Никак не пострадает От того Что вы не будете Этого видеть Но Зато возрастёт В разы В десятки Может сотни раз Если вы ещё Это и увидите Поэтому программа Она чередует Пьесу для педалей Соло Которую я обязательно Предваряю Своей историей Рассказом О произведении И своём месте В развитии Органной педали Мы за этот концерт И за эту программу Обычно прослеживаем Путь от зарождения Педали Как подвесного механизма В итальянских органах До современных педалей Которые могут Отдельный орган Представлять Как отдельный набор Тембров и красок До возможности Играть то Что играют руками Играть ногами И приводим В пример уже И Карпентера И многих других Диану Биш И прочих Кто делал переложения Интересные для педалей То есть это концерт Лекция Концерт история Это концерт Со звуковыми Контрастами Параллелями Поэтому Это вовсе Не только Шоу На посмотреть Как музыкант Ловко передвигает Ногами по клавиатуре Хотя это тоже Важный аспект Как вы считаете Когда Вот в наш Цифровой век И Стали наводить Камеру на органист И публика Смогла увидеть Кто же такой Органист Не отвлекло ли Это публику От слушания Не смотрят ли Они только Экран Забывая слушать Я считаю Что Мы должны идти В ногу со временем Никуда не деться Принципы мышления Поменялись Да Конечно Кто-то из органистов Жалуется Десакрализация Образа органиста Сейчас мы Свидетели этого Когда органист Приближается к публике Он рассказывает Он контактирует Его видят Инструмент Становится более доступным Рассекречиваются его тайны Я знаю некоторых органистов У которых более Ретроградная точка зрения И оно конечно уместно Я согласен с ними Но в век Клипового мышления Не использовать Это самое Клиповое видение Концертного исполнения Это значит Себе рыть яму Потому что Первую очередь Органист Должен думать о том Чтобы на концерт Пришли люди И какими способами Он его завлечет Чтобы услышали Баха Реггер Или Ройбки Это уже другая история Вот это способ Привлечения людей В зал Все средства Здесь хороши Если организм При этом Всегда даст Классическую пилюлю Всегда звучать Хорошая Проверенно-качественная музыка Рядом с сонтреком Например Или просто С красивой картинкой На видеотрансляции Поэтому здесь Все будет оправдано Хорошей Качественной программой И конечно исполнением Вот так я считаю Прекрасно Какие у вас Любимые произведения Органные Есть ли Сейчас все говорят То что сейчас играю Но все-таки Если не лукавить Если не лукавить То мне Близка конечно Музыка эпохи романтизма Большая По духу А если по интересу Энтузиазму Всегда открывать Что-то новое Музыка Которую никто не играл Которую только что написали Или написали Тем более специально для меня Вот это для меня Всегда интереснее Поэтому Сейчас для меня Самым главным Открытием стало Это огромный пласт Русской органной музыки О которой никто не знает Которую редко играют И у меня Я вам первым скажу В вашем эфире Родилась идея Провести первый Органный фестиваль В Белгороде Я думаю 10 лет Это уже достаточный срок Чтобы иметь свой фестиваль Так вот До этого фестиваля Будет собственное лицо Которое будет оправдывать Его присутствие Именно на Белгородной земле А ведь это Центр православной культуры Здесь Орган вообще Был очень чуждым инструментом Он пугал людей поначалу Вот здесь Именно на русской Православной земле Мне захотелось создать Первый в мире Не преувеличиваю Фестиваль Который будет называться Славянский органный фестиваль В котором будут принимать участие Не только русские народы И органисты И музыка Но еще и Польша Словения Сербия Чехия Хорватия Болгария Украина Белоруссия Этого мне показалось мало Любой даже если это будет Европейский органист Он просто должен будет В программе своей Исполнить русскую музыку Из списка Которая будет предоставлена Перед приглашением Обязательно будет звучать музыка Шостаковича Глазунова Галинки Кушнарева Музыка Адоевского Всех тех редких композиторов Которых мы многие Даже еще и не знаем А музыка их органная Очень интересная И богата Поэтому вот Я всем сегодня хочу посоветовать Послушать Русское какое-нибудь Течение Например Хоральные вариации Тониева Уникальный русский бах Есть у нас У русских людей У россиян Или Посакалю Кушнарева Это же просто Кладезь Полифонической мысли Свежих каких-то Интонаций Вот И с нетерпением Мы будем все ожидать Вот этого первого Славянского фестиваля На белгородской земле Славянского фестиваля Именно органной музыки Прекрасно Знаете Видимо все идеи Они витают в воздухе И каждый их улавливает Потому что сейчас я действительно Тоже занимаюсь Именно русской музыкой И готовлю Да Действительно И готовлю концерт В программу Именно из русской музыки Это и Тониев Хоральные вариации И Кушнарев С его посакали и фугой И конечно же Его соната грандиозная Да И так здорово Что эти идеи Они витают в воздухе И реализуются В совершенно разных местах Потому что Русская музыка Незаслуженно Мало исполняется Конечно И Произведение Глазунова Его фантазии И огромное количество Александра Федоровича Гедики Который с одной стороны Как бы Не совсем русский По происхождению Но является основоположником Московской органной школы И Христофор Кушнарев Это представитель Петербургской школы Я думаю Что в вашем фестивале Как раз сольются Все традиции И Московской Петербургской школы Ну как вы еще и сказали Еще и вообще Всех славянских народов Это очень здорово И я надеюсь Что этот фестиваль Будет иметь большой успех Тимур Еще вот такой вопрос Как вы все успеваете Потому что Посмотреть на ваш Гастрольный график На ваши концерты В родной филармонии И это Абсолютно Очень много Разных программ Да Это самый главный вопрос Который Мне часто задают Но если на него Посмотреть вот так По-настоящему Просто напрямую То я больше Ничего другого Не делаю У меня еще нет Семьи Я свободный У меня все время Посвящено только Любимому делу Органной музыке Сейчас я стал солистом Еще кроме Белгородской филармонии Еще солистом Курской филармонии Где тоже появился Благодаря моим Увещеваниям Орган фирмы Также стал вести Передачу на радио Новости органной жизни На радио России В Москве Так что буквально Прошлой ночью Подготовил свежий выпуск С обзором Новогодних программ От европейского Рождества До нашего Рождества Так что все это Очень меня Интересует И я готов на это Стратить все Свободное время Без преувеличения Просто больше Ничего другого Я не делаю Как вы считаете Переживает ли сейчас Россия Такой органный Бум Или она просто Плавно развивается Потому что если сравнить Развитие Вернее Количество Органных концертов Десять лет назад И сейчас То это В пять Иногда и в семь Раз больше Чем было раньше Или все-таки Это вот просто Такой закономерный Процесс Ну я думаю Что для всех Нас сейчас очевидно Что у нас какой-то Свой российский вариант Оргельбевегунга Когда строятся Новые органы Каждый год Появляется По нескольких инструментов Что даже Энциклопедия Органы России Претерпевают Уже третье издание Пополняют все Новыми и новыми Инструментами Это все почему Появляется больше органистов А почему это Появляется больше спрос А это почему Я всегда задумываюсь Потому что Орган сегодня Оказался Не просто Таким Интересным Впечатляющим Он еще стал модным Мода это конечно Дело не очень для нас Солидное Да Но вот именно Тот период Когда на органный Концерт Сходить модно Мы сейчас переживаем Это очевидно Когда на органный концерт Покупают билеты Целыми делегациями Например Сбербанк Покупают у нас Здесь органный зал И я для них Играю Индивидуально Для Сбербанка Или лесного хозяйства Или водоканала Работникам Это лучший подарок Считает их работодатель Это приятно Что орган Вот занял Такую нишу Объединяет сегодня В себе Видите И религиозные традиции С грузом Эпох Барокко И так далее И светские С современной музыкой Рок-стилем И саундтреками Поэтому конечно Расширилась аудитория Слушательская Органная Расширились границы Вообще концерта Из органного концерта В церкви Где органиста Было не видно Мы знаете К чему сейчас пришли Вот я готовлю программу 5 января В Белгород-арене У нас 10 тысяч мест Самая большая площадка В Черноземье Где орган Йоханус Цифрово Будет звучать Внести с оркестром Из Петербурга Империя Локестра Под управлением Льва Дунаева Вот смотрите Какой интересный путь Мы проделали И как мы расширили границы Конечно Это все повлияло На то Что появляются новые органы Скоро появится В Альметьевске Новый орган Открывающий секрет В Смоленске Это вообще еще никто не знает Вот только разрабатывается Кроме того Цифровые органы Везде насаждаются И появляются факультеты Послезавтра Буквально Будет инаугурация Нового цифрового органа В Псковском музыкальном училище Куда Данил Фериксович Приезжает прямиком Из Белгорода Там открывается Кафедра органа Кафедра органа Уже у нас существует В Белгороде Моя первая ученица Уже в аспирантуру Сейчас поступила Вот все это Идет единым фронтом Благодаря чему Мы невольно видим Что органы Сейчас на пике Своего популярного Какого-то движения Такого не было Никогда Может быть только Когда Гарри Гротберг Строил все эти органы Да Вот в то время Вот это Похожее сейчас Время мы переживаем Дорогие друзья У нас сегодня В гостях был Солист Белгородской филармонии Органист Тимур Халионин Тимур, благодарю За такую интересную беседу Желаю успехов И новых творческих идей Большое спасибо Слушайте органную музыку До свидания Всего хорошего Всего доброго Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова